Российский диктатор Владимир Путин встретился с лидерами стран бывшего Советского Союза. Эти лидеры, ныне входящие в сотружество независимых государств, встретились в Санкт-Петербурге. Странные участники включали Азербайджан, Беларусь и Туркменистан. После встречи Путин пригласил главу Беларуси на чай. Путин во время встречи с Лукашенко на так называемом «рабочем чаепитии» в Русском музее заявил, что согласен с тем, что 2023 год будет объявлен в Беларуси годом русского языка. «Мы договорились отмечать 2023 год как год русского языка, поэтому нам показалось очень уместным встретиться в Русском музее за рабочим завтраком», — сказал Путин. Он отметил, что в Русском музее также предоставляются хорошие поводы для разговоров и о серьезных вещах. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за Москву, космонавтов и Петербург, и за музей. «Спасибо за музей, Владимир Владимирович. Вы правильно заметили, год русского языка, а он очень актуальный, подчеркивает его важность», — сказал Лукашенко. «Диктатор» заметил, что если кто-то думает, что он просто пил чай с Владимиром Владимировичем, то это неправда. Накануне вечером, например, нам удалось расставить много точек над «и». Некоторые эксперты опасаются, что таким образом Лукашенко намекнул, что готов вступить в полноценный конфликт с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится ко всем возможным сценариям обороны, поскольку российский лидер готовился к встрече со своим давним военным союзником президентом Беларуси. Зеленский сказал в ночной речи после встречи с высшим военным командованием, что защита границ Украины является постоянным приоритетом, и его страна готова к любым возможным сценариям с Россией и Беларусью. Граница также подробно обсуждалась в штабе. «Охрана границы как с Россией, так и с Беларусью всегда является приоритетом», — сказал он. Это произошло после того, как Минск объявил, что Владимир Путин совершит свой первый визит в Беларусь за более чем три года, чтобы встретиться со своим союзником Лукашенко в условиях продолжающейся российско-украинской войны. Лидеры двух стран провели переговоры по вопросам безопасности и совместных действий по реагированию на новые вызовы, говорится в сообщении офиса президента Беларуси. Киев уже несколько месяцев предупреждает, что Беларусь может присоединиться к силам Путина и послужить плацдармом для новой атаки, чтобы сформировать второй фронт в войне. Минск также позволил российской армии вторгнуться в Украину из Беларуси в безуспешной попытке захватить Киев в начале войны.